Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Айша Тухаева, и я рада вас приветствовать! Все иногда испытывают тревожность, волнение и раздражение. Но когда это состояние затягивается, это уже серьезный повод задуматься и обратиться к специалисту. Не к невропатологу или психологу, проблемы ведь нужно решать на корню, лечить не следствие, а причину. Здесь нужен специалист, который лечит аятами Корана. Такие люди редкость, к ним ходят толпами, ведь иногда даже самому скептичному и ни во что не верящему человеку в голову приходит мысль о существовании порчи из глаза. То, о чем не принято было говорить во времена наших мам и бабушек, и то, во что стараются не верить, но это, несомненно, часть нашей жизни. Один из миров, созданных Господом — мир джинов. Все чаще слышится — меня сглазили, кто-то навел на них порчу, его приворожили. Неслышным эхом страха отдаются в сердце эти речи. Ну а в исламе, об этом неведомом мире уже давным-давно, рассказано в коранических сурах, историях, которые происходили много столетий назад. Неверующими были дьяволы, они обучали людей колдовство. И Ибн Кудам, один из великих ученых, сказал, что колдовство — это завязывание многочисленных узелков, чтение заговорных слов или писания, и все, что влияет на тело человека или души, вызывая смерть или болезнь, даже разрушая супружеские пары. То есть такие вещи существуют. В Коране есть для вас лечение. Эти слова соответствуют действительности на все 100%. Есть отдельные суры, аяты, количество и время их прочтения. Все это механизмы самозащиты. А защищаться нам есть от кого. Невидимый мир джинов — это то, чем не стоит интересоваться ни в коем случае. Ну а те, кто прибегает к порче, колдовству, привороту и прочему, должны знать, что продают в этот момент душу дьяволу, и точки возврата оттуда может не быть для них. Ну а жертвам порчи и колдовства Всевышний дал противоядие. Пророк, салли Аллаху алейхиусалам, сказал, семи лет научите детям делать намаз, десяти лет наказывайте за пропущенный намаз. Намаз — это духовная защита, духовная аура. Когда отсутствует его, то это означает, что для злых духов или там ковдоству появляется доступ к телу. Поэтому, если человек искренне делает свои деяния, усердно поклоняется Всевышнему Аллаху, постоянно находится в омовении, совершает пятикратную молитву в маджамаате, утром и вечером читает. Защититься от темных сил. Нормальное желание разумного человека. Неразумно обращаться за помощью по ту сторону света. Интернет пестрит объявлениями о том, как быстро добиться желаемого при помощи темных сил и сатаны. На всевозможных сайтах, посвященных магии, подробно разъясняется, как обратиться к сатане, подписать договор собственной кровью, даются многочисленные имена дьявола. Самое ужасное, что вызывающие дьявола верят в его силу, в то, что он даст им желаемое. И в этот момент происходит страшное падение человека в бездну, не только собственной тьмы, но и дьявольской. Пророк, саллиллаху, тот, кто пришел к предсказателю, уповел сказанное им, проявил неверие в то, что было неспособлено пророку. Это является тяжким грехом. Ходить этим людям категорически запрещается. И в основном они делают, то есть используют джинни, чтобы они подчинялись, они должны такие тяжкие грехи, которые выходят из строя ислама, они должны совершать. После этого только они подчиняются. Защитой от, прямо скажем, дьявольских происков является и неотступное следование шариату. То есть своевременный намаз, желательные молитвы, милостыня, пост, поклонение Всевышнему в целом. Ведь Создатель всего, что существует, Господь. И только Он может защитить нас, исполнить наши желания и дать нам то, о чем мы мечтаем. К Нему достаточно лишь обратиться. Мы знаем, что все хорошее и плохое происходит по воле Аллаха. Если у кого-то слился джин, это все испытание от Всевышнего Аллаха. Стоит только терпеть и уповаться на Всевышнего Аллаха. И попросить от Всевышнего Аллаха, чтобы избавить от этой беды. Только это помогает человеку. Число нервных людей в наш век с его напряженным ритмом жизни все увеличивается. И это уже факт. Агрессия и раздражительность – эти пороки крепчают в современном обществе. Специалисты говорят, всему виной темп современной жизни и ухудшающаяся экология. Более того, усиливать агрессию могут и другие факторы. Причина раздражительности у людей подразделяется на две части – внутренней и внешней. Внутренне относятся к депрессии, тревожности, нервозности, нарушения сна. То есть вот это все, если оно имеет в моем области отношения или в СССР, мне надо прочитать вот так, как мы сейчас прочитали аяты. В ходе чтения, если появятся какие-нибудь признаки, симптомы, могу, исходя из этих признаков, подсказать им, как дальше поступать. Оливковое масло, вода Замзам, Коран, определенные суры и аяты – это лекарства, которым лечит Мухаммад Хабиб Будунов, пожалуй, пока что единственный в своем роде специалист. Практика его лечения очень успешна. Рекомендации и курс лечения, как правило, одинаковы. Но главное здесь – вера в выздоровление, четкое соблюдение предписаний, самое главное – ввести в привычку находиться всегда в состоянии омовения, вовремя совершать намаз, читать дополнительные суры, изучив тщательно дополнительные молитвы после намаза. А главное – оберегать свой дом. Мой дом – моя крепость. В случае с темной силой – значение прямое. Остановка, когда делают, когда у человека отсутствует духовное участие, духовной защиты, они вот так приходят, даже… Давно пришла одна женщина, у них даже посуду не оставляют они. Когда я спросил, намаз делаете? Нет. То есть получается, когда отсутствует духовной аурии дома, то у них появляется доступ к дому. Оберегать свои жилища, свои души – это не блаш. Не высокодуховная утопия – это реалии наших дней. Темное рядом, мир джинов существует, и куда бы мы ни пошли, неотступно следует за нами. Избавиться от постоянного риска не может никто, но вот стать сильнее, укрепив свою душу, окружив ее крепостью веры, обязан каждый. Немного страшно от заунывных криков за кадром, но для многих это последняя возможность исцелиться от одолевшего недуга. Повторяя слова специалиста, духовной защитой является исполнение религиозных предписаний и упование на Всевышнего. Мы продолжаем рассказывать о людях, которые являются нашими проводниками к исламу, так как они в течение многих столетий сберегали и приумножали для нас религиозные традиции и знания. Одним из таких людей был ученый Дамадан из высокогорного селения Мегеп. Он обладал глубокими познаниями в медицине, астрономии, математике, химии, геометрии, физике, философии и других науках. Он изучал труды Ибн Сины, Абуль Касима, Закарьи Рази. Ни один научный труд Дамадана не дошел до нас в полном виде. О его глубочайших познаниях свидетельствуют работы других ученых, ссылающихся в своих трудах на Дамадана. Подробнее в сюжете. Имя этого человека все время носило таинственный ореол. То его называли Эфенди, то ученый, то лекарь, то химик, то астроном. Но мало кто знает, что он соответствовал всем этим прозваниям. Обладатель множества наук и признанный алим своего времени – Дамадан из Мегеба. Жизнь Дамадана из Мегеба была богатой на события. Появившись на свет в середине 17-го столетия в Дагестане, ему посчастливилось побывать во многих странах мусульманского мира и стать знатоком наук и праведником. Знания, как светские, так и духовные, были главной движущей силой богослова. И в их поисках он обошел многие мусульманские города и страны – Азербайджан, Сирия, Ирак, а также священные города Мекка и Медина – стали для богослова источником ценнейших религиозных и светских познаний. Ученый специализировался во многих областях наук, в них же проводил и научные эксперименты. В алгебре и математике Дамадан из Мегеба использовал тригонометрические таблицы, в уравнениях рассматривал задачи третьей, четвертой и пятой степени, пропорции и другие вычисления. В химии впервые в горах он применил различные методы очистки металлов, дал рецепты покраски кожи и тканей. В медицине он был знаком с трудами таких известных восточных ученых, как Ибн Сина, Захравий, Ибн-Уль-Байтар, Закария-Рази и других. Он также перевел с персидского языка на арабский известную и очень редкую в то времена книгу по медицине «Тухватуль-Му'менин» – «Подарок правоверным», которая после этого очень распространилась среди горцев. Но особое внимание богослов уделял астрономии. В своих астрономических вычислениях он использовал знания, полученные из трудов таких всемирно известных ученых, как Насыру-Дин-Дуси и Улукбек. Толкование на книгу последнего «Му'каддимат» он даже перевел с персидского на арабский язык. Будучи носителем передовых научных идей, ученый сыграл значительную роль в распространении естественно-научных знаний на своей родине. Здесь же ученый обрел признание и благодарность. Давая оценку ученому, известный дагестанский алим и биограф начала XX века, Назир из Дургели, писал, Он был одним из талантливых людей Дагестана, выдающимся алимом, искусным, знающим. У него научные труды, свидетельствующие о его таланте и широте его способностей в науках. Науки занимали в жизни Дамадана из Мегеба центральное место. В их поисках он и встретил свою кончину. Смерть настигла богослова во время путешествия по городу Гянджа в Азербайджане. Он погиб во время нападения на город Турков в 20-х годах XVIII века. Своими стараниями и усердием в поиске научных познаний Дамадан из Мегеба превзошел многих своих соплеменников, благодаря чему золотыми буквами вписал свое имя в историю Дагестана. Любите свой край, знайте нашу историю и помните тех, кто ее создавал. В истории нередко бывало так, что у пророков рождались сыновья пророки. Бывало, что в одно и то же время на земле жили несколько пророков одновременно, и призваны они были наставлять разные народы и племена в разных местностях. У пророка Ибрахима мир ему были сыновья пророки «Исмайл и Исхак». Исмайл основал Мекку, и с его именем связано открытие на земле чудесного источника Замзам. А вот о жизни пророка Исхака слушайте в рубрике «То, что нужно знать об исламе». Как мы говорили об этом ранее, после смерти Хаджар, пророк Ибрахим, алейхиссалам, навещал своего сына несколько раз, узнавая о том, что он женат и так далее. То есть спустя многие годы вскоре пророк Ибрахим, алейхиссалам, встретился со своим сыном. Чему они очень обрадовались, и у пророка Ибрахима Исары не было ребенка. То есть они долго ждали детей, и вскоре Всевышний Аллах наделяет их сыном. Когда рождается ребенок у пророка Ибрахима, алейхиссалам, Исары, его называют Исхаком. И именно Исхак являлся продолжателем пророческой миссии после своего отца, своего брата. И он был направлен так же, как и другие пророки, к племени, которые поклонялись не Всевышнему Аллаху, для того, чтобы призвать их к единобожию. Когда же пророк Исхак, алейхиссалам, был направлен в определенную местность, он женился на одной из девушек, которая родила ему двух сыновей, по имени Аус и Якуб. И рассказывает такую историю, когда эти два ребенка находились в утробе матери, у них был спор между собой, кто же, мать даже слышала разговор этих детей, кто же первым появится на свет, то есть, чтобы быть старшим. И Якуб, алейхиссалам, который в будущем также станет пророком, обращаясь к своему брату, говорит, чтобы ты не навредил ни матери, ни мне, ты выходи первым. Когда же они появились на свет, пророк Исхак, алейхиссалам, любил своего сына Ауса больше, чем Якуба, а мать любила Якуба больше, чем Ауса. И так как пророк Исхак, алейхиссалам, любил своего сына Ауса больше, он, отдавая ему предпочтение, делал для него разного рода мольбы и так далее, то есть, поощрял его такой благодатью, как мольба ко Всевышнему, так как мольба пророков принимаема. И однажды, вообще, когда пророк Исхак, алейхиссалам, с возрастом, он стал плохо видеть, и так как дети были похожи, он уже не мог различать их. И однажды, пророк Исхак, алейхиссалам, обращаясь к своему сыну Аусу, сказал, ты пойди, принеси в жертву барана, и я сделаю для тебя мольбу. И когда услышала этот разговор мать этих детей, так как она любила больше Якуба, она сказала Якубу, чтобы он пошел, принес в жертву животное, и чтобы он впервые пришел к отцу, чтобы он сделал мольбу за него. И она надела на него специальную шерстяную накидку, для того, чтобы отец смог узнать его, как Ауса. И когда Якуб со своей матерью подошел к отцу, то есть пророку Исхаку, алейхиссалам, он говорит, я чувствую тело Ауса, но запах Якуба. И мать говорит, это твой сын Аус. И тогда пророк Исхак, алейхиссалам, начал делать мольбу своему сыну. Мольба, как мы говорим, мольба пророка бывает принимаемой, и пророк Якуб, алейхиссалам, то есть который станет будущим пророком, не остался без благодати мольбы своего отца. И рассказывает, что Аус, то есть брат Якуба, когда узнал об этом, он очень сильно разозлился на своего брата и хотел навредить ему. Что очень сильно испугалась его мать и отослала своего сына Якуба в другую местность, для того, чтобы не было раздора между сыновьями. И пророк Исхак, алейхиссалам, говорил, что в роду Ауса будут правители, будут безири и так далее. И говорят, что в его роду был только один пророк, пророк Айюб, алейхиссалам. Спустя некоторое время, когда пророк Якуб, алейхиссалам, женился, и он женился на двух сестрах, и в то время тем шариатам, то есть тем законом это дозволялось. Но это продолжалось только до времен пророка Муса, алейхиссалам. Эти две сестры родили ему детей, которых было у него 12, и рассказывают, что однажды пророк Якуб, алейхиссалам, отправил к своему брату Аусу своих сыновей. Спустя многие годы эта боль в сердце Ауса, эта ненависть, она уменьшилась, и когда он увидел сыновей своего брата, он очень сильно обрадовался и принял их как почетных гостей. И таким образом закончилась история соперничества между братями. Когда отдаешь из богатства, оно от этого уменьшается. А когда отдаешь знания, они только увеличиваются от этого. Мы желаем вам полезных знаний, которые во всех смыслах обогатят вашу жизнь. До новых встреч на новой неделе и только с хорошими новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова